Добрый день, утро, вечер, кто когда смотрит, мои дорогие мамочки. Вот мы с Касюткой сейчас гуляем вдвоем. Девочки, у нас есть такое правило, когда Касия гуляет, они спят, они занимаются своими делами, кушают, делают поделки, играют во дворе. А когда она засыпает, мы сразу же бежим делать школу. Вот такой у нас сезон, поэтому она у нас любит сидеть на руках, так что вот мы с ней и ходим на руках и гуляем. А сегодняшняя наша тема будет очень нестандартной, и она будет и печальной, и ободряющей одновременно. Как помочь человеку, матери, которая потеряла своего ребенка и знает, что он неверующий? Вообще, в принципе, когда матери теряют своих детей в любом возрасте, даже будучи в очреве, беременным, это невыносимая боль. Это такая утрата, которую однозначно от себя скажу, если кто-то, кто смотрит сейчас, и вы потеряли своего ребенка в любом возрасте. И мое сострадание, оно неописуемо таковым. И я знаю, что в моей жизни встречаются, есть люди, которые потеряли своих детей в разном возрасте. И несколько раз мне приходилось давать утешение таким людям, и я хотела бы поделиться вообще таким утешением. Можно ли как-то утешить мать, отца, которые уверовали в Иисуса Христа, но их ребенок ушел неверующим в Иисуса Христа. Сразу я хочу оговориться, что не примите мои слова как учение, как наставление, как что-то, как доктрина. Но мои слова будут просто мой личный опыт, мое восприятие веры, мое восприятие Бога, чтобы оно у вас не откладывалось, как какое-то учение. Но будьте мудрыми в том, чтобы проверять мои слова и задавать вопросы, а так ли это на самом деле. И это будет и вам полезно, и снимет с меня ответственность за то, чтобы вы перед Богом сами ходите. Я лишь могу чем-то так же, как и вы, можете поделиться своим личным опытом. Итак, я начну с того, что не так давно, ну как недавно, может быть лет 5 или 6 назад, мне как-то позвонила моя подружка, и здесь вот в районе нашего города сказала, у меня была, у нее случилось горе, умер сын. И мы знаем, что сын не был верующим, да и она сама тоже как бы не посещала церковь на тот момент, как я понимаю. Но потом вот она уверовала, и с тех пор я начала задаваться вопросом, как вот она живет, да, вот даже уверовавши в Господа, как она себя ощущает, зная, что она идет ко Христу, а ее единственный любимый сын, родной, дорогой, да, он не уверовал, и он не будет с ней на небесах. Так, была и другая ситуация, не так давно, кстати, может быть несколько недель назад, тоже моя дорогая подруга-американка, она уже преклонна возраста и только год как уверовала в Иисуса Христа, и сейчас только будет принимать крещение. И она пришла к Господу Иисусу Христу только после смерти ее дочери. А дочь умерла в возрасте 40, наверное, 3 лет, а маме ее уже, ну, наверное, может быть, 67-70. То есть она уже в преклонном возрасте, она знает, что вот-вот, да, скоро придут ее дни, и она встретится со своим создателем, и она задала такой вопрос, я вот искренне хочу верить, что моя дочь с Иисусом, но чем больше я узнаю о вере, чем больше я понимаю и осознаю о том, о истинной вере, да, во Христа, я понимаю больше, что она может быть не там. И я увидела ее слезы, и, знаете, я сама не могла долго понять, как дать утешение такому человеку, кто, в принципе, ну, как дать утешение матери, у которой ребенок единственный, драгоценный, да, заведомо будет не там. И вот здесь вот такая вот есть тенденция, может быть, у таких людей, да, что я хочу верить в Иисуса, да, но там не будет моего ребенка. Если я пойду на небеса, я там с ней не встречусь. И вот это вот сомнение, оно раздирает душу. Как веровать, да, как веровать в Господа? Господь сказал нам в своем слове, что Он отрет всякую слезу. И мы знаем, что когда мы перейдем в небеса из этой жизни, вот когда она закончится, да, когда все это, все вот это вот временное истлеет, наше тело превратится, да, вернется в свое место, да, в брение. И наша душа, она будет существовать дальше. И вот Писание нам говорит, что там не будет уже плача, с Господом не будет отчаяния, с Господом не будет слез. Я помню, я тогда разговаривала со своей подругой, говорю, ты знаешь, я говорю, это страдание, оно вот здесь будет. И это то, с чем мы будем идти до конца. Но каждый твой день рождения будет радостным. Не потому, что там ты друзей собрала, не потому, что у тебя дети твои рядом, да, а потому что ты на год приблизилась к Его Царству, на год приблизилась к состоянию, где больше не будет плача, где больше не будет страдания, где больше не будет мучения. И знаете, Господь, Он настолько прекрасен, Он настолько велик, что Он своим величием, своей любовью к нам, своей благодатью может перекрыть ту боль, которую мы имеем по отношению к... Мне сложно быть утешителем в этом вопросе. Я не теряла детей, и я не могу всецело, со всем осознанием сказать, что я вас понимаю. Однозначно я могу сказать, что я вас не понимаю. Я хочу сказать, что я не понимаю. Но Бог, Он понимает. Господь Иисус, Господь Отец, Он за нас с вами отдал своего единственного Сына. И Его кровь проливалась, Его тело было ломимо на кресте добровольно. Он принял эту жертву за нас, потому что Он нас любит. И кто, как не Господь Отец, понимает ваши чувства как родителя, который теряет своего ребенка? И несмотря на то, что мы знаем, Христос пострадал за всех, и Он был безгрешен, и Он пошел к Отцу, но мы также знаем, что Господь отрет всякую слезу. И когда мы с вами... Я просто вот предположение даю, да, верование свое, что единственным утешением в моей жизни было бы осознание, что когда я приду на небеса, даже если у меня кто-то из детей не уверовал в Иисуса Христа, единственное утешение — это Господь. У меня нет другого. И не будет другого. Единственное утешение, что Он сам отрет слезы, что Он сам даст покой и мир, которого мы здесь на земле с вами не найдем. Всякая потерявшая своего ребенка мама не найдет покой на земле ни в чем. И кроме Христа, кроме Господа. Почему я знаю, что очень многие мамы после потери своих детей прибегают к Богу и стоят за Христа, за Господа, который вот отирает слезы и дает утешение в таких болях и трудностях. Хочу вспомнить Гефсиманский сад на память, да? Когда Христос, помните вот эту молитву, Господи, возьми чашу сию от меня, да? Но не моя, но твоя воля да будет. И знаете, сейчас вот такой вот... Я помню, я разбирала этот текст, и в моем сердце откликалась такая мысль. Думать только, как Господь Бог, Отец, какие чувства он испытывает к своему сыну, когда сейчас ему надлежит пройти через тяжелейшие страдания. И знаете, если бы Господь спросил, если бы Христос мог спросить Бога и сказать, Господи, а можно ли другой путь? И Господь говорит, нет, сын, нельзя другой путь. Вот только через такой путь, через путь вот таких страданий, ты можешь привести их к спасению, ты можешь спасти их. Как думаете, вот ответьте себе просто на вопрос, если бы у Бога был другой путь, другая опция для Христа, Он бы избавил его от страданий? Лично мой ответ – да. Я бы сказала, что 100% избавил бы от страданий. Если бы был только другой путь, в котором Христос мог бы по-другому нас спасти, не через тяжелейшую жертву и тяжелейшие страдания на кресте, и не только физическую боль, но и возложение этого вселенского греха на Христа, да, и физические страдания были тяжелейшими, мучимыми, но вот это вот состояние отца любящего своего сына, который говорит, сын мой, если бы был другой шанс, это говорю я сейчас своими словами, не Бог говорит, да, в Писании этого не написано, но как я это вижу, да, если бы был другой шанс, я бы избавил тебя, я тебя люблю, ты мой единственный сын, но нету другого пути, и это моя воля, так должно быть, так должно совершиться. И знаете, вот отражая этот образ, да, зная, что мы дети Божьи, что мы взяты в удел, что мы усыновлены, и что Бог любит нас, как своих детей, такой я задаю вопрос к своему сердцу собственному, если бы можно было бы каким-то другим путем, без вот этих страданий, мучений нам прийти ко Христу и уверовать, и прожить свою жизнь так часто смерть наших собственных близких и детей приводит нас к Господу, да, как часто верующие только тогда прибегают к вере, к истинному Господу, к истинному спасению, к вечной жизни во Христе, как не через такие страдания, да, через страдания и смерть своих близких, да, и как редко мы видим, да, когда все у нас хорошо, тянемся ли мы к Богу, да, тогда в такие времена. Малышка уже кряхтит, отдала ее старшенькой, чтобы завершить это видео, и я хочу помолиться о вас, если вы сейчас сидите возле экрана, смотрите это видео, и оно вас касается, я хочу помолиться о вас, и пусть Господь сам утешит, отрет эти слезы, даст вам утешение в нем, потому что его действительно кроме него нигде больше нет. Дайте, пожалуйста, это видео на паузу, если вам нужно покрывало для головы, да, и будем молиться в едином духе. Господь наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты Бог, который оттирает слезы, оттирает слезы плачущих, страдающих и мучающихся от потерь своих детей, от потерь верующих детей, маленьких детей в утробе, детей постарше, взрослых детей, неверующих детей. Господи, некому нам прийти, кроме Тебя, некому нам прийти, Господь, в наших страданиях, какие бы они ни были, кроме Тебя, Господь. И да, я не могу понять, но Ты можешь понять этих женщин, Ты можешь понять этих мужчин, Ты можешь понять эти семьи, которые страдают и мучаются от потери ближнего. Господи, только Ты можешь, только Ты один. И я прошу Тебя, чтобы Ты, Господи, прикоснулся к сердцам и дал им свое любящее утешение. Дал им утешение вечности. Однажды, Господи, Ты утрешь всякую слезу там, на небесах. Господи, Ты ценнее даже детей наших. И Ты больше и ценнее, и драгоценнее всего, Господи, даже наших детей. И нам порой кажется, что дети – это самое драгоценное, что у нас есть. Но на самом деле, Господи, самое драгоценное, что у нас есть – это Ты. Слава Тебе за Твое величие, за Твою любовь к нам, за Сына Твоего, которого Ты отдал за наши грехи. Иисус, слава Тебе и благодарны за то, что Ты добровольно исполнил волю Отца. Я благодарю, Господь, Тебя за Твою милость к нам, за спасение. Только Ты один понимаешь. Только Ты один утешитель, который понимает и может нас утешить. За все Тебя благодарим, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Хорошо, дорогие, я прощаюсь с вами, с миром, с любовью к вам. Пишите, у нас есть телеграм-канал, где мамочки плачут, где мамочки приходят, находят утешение среди тех, кто понимает, потому что там есть мамочки, которые так же, как и вы, потеряли. Да, приходят, и мы общаемся там среди верующих. Мы ведем какие-то диалоги, общения жизненные, обычные, богословские. Наши дети общаются, делятся своими талантами, с другими детками, с другими мамочками, ободряют. А также у нас есть там общение, изучение Библии индуктивное и заучивание библейских стихов наизусть. Поэтому все сферы жизни христианина, мамы, христианки мы стараемся там осуществлять, чтобы нам, знаете, как вот первой церкви апостольской, каждый день проводить верующими вместе, как приятно быть сестрам и братьям вместе. Но у нас только сестрам, сразу оговорюсь, у нас группа, она лимитирована и закрыта только для сестер и детей. Поэтому, братья, мы радуемся вас, но надеемся, если у вас у кого-то появится такое же желание, как и в нашей семье, чтобы создать такую ячейку для братского общения, пожалуйста, пусть вас Господь благословит, но это только для сестер. Даже если у вас нет детей, пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылочка под этим видео, вроде все сказала. На сегодня это все, желаю вам приятного солнечного дня в ваше сердце, даже если у вас дождик, я искренне верю, что Господь может развеять все тучи. Прощаюсь с вами до следующего раза, когда Бог позволит мне записать видео, и радуюсь о вас, славлю Бога за то, что он дает мне еще один день жизни, еще одно видео, еще одну возможность вас ободрить хоть чем-то. Рада, если я славлю Бога и помогаю вам. Благословения вам, пока-пока. Бога.